Сегодня в нашем ролике хотим поговорить про растения, которые все любят. Это рододендроны. Готовы, да? Снимаем, товарищ в маске. Сегодня мы хотим поговорить про растения, которые все любят за их красивое обильное цветение. Это рододендроны. Они бывают листопадные, полулистопадные. Очень много различных сортов, разных селекций, разных стран. У нас в Европланте есть и японские, и немецкие, и камчатские. Сейчас мы пройдемся с нашим экспертом по уходу за растениями Евгением Магодыч и немножечко поподробнее посмотрим самые интересные сорта и виды. Пожалуй, самые интересные рододендроны, которые пришли к нам в этом году, это сорта даурских рододендронов. Я сейчас запутаюсь опять в видах и сортах. Жень, помогай. Если ты говоришь про пиджем групп, то это сорта рододендрона, который получился при селекции, при скрещивании рододендрона даурского и рододендрона каролинского. Я так понимаю, что эти рододендроны отличают то, что они довольно морозостойкие, стабильные и неплохо зимуют у нас. Да, они хорошо у нас зимуют, растения обильно цветущие, они довольно компактные, то есть они подойдут для не очень крупных садов. Высота их максимальная, насколько я помню, будет не более полутора метров. И самое главное, они не склонны к разваливанию такому, как, например, рододендроны котывбинские. То есть это будет полтора метра рододендрона котывбинского высотой и полтора метра диаметра. Это будет покомпактнее растение. При этом я даже видела очень интересные стриженные формы, то есть их можно стричь. Например, вот пиджем элит, стриженный в шарик. Очень красиво выглядит. Вы, конечно, стрижкой снижаете цветение, но зато появляется довольно необычная, интересная форма рододендрона. Ну, это как у любых кустов, да. Тут вопрос или формы, или цветения иногда чем-то приходится жертвовать. Но вот котывбинские-то, они вообще стрижку не любят. Ну, в общем-то, да, они не любят стрижку. А с этими можно как-то импровизировать еще. Поиграться, да. Ну, потому что, наверное, не полулистопадные. Я так понимаю, что часть листиков уходит в зиму зелененькими, отчасти опадет. Да, отчасти опадет. Хорошо. Давай пойдем еще посмотрим. Есть котывбинские, а есть еще какие-то другие очень похожие. Я, опять же-таки, вот их исключительно по листикам узнаю. Расскажешь. Немножко вот там вот зацветают какие-то. Эти все примерно в одинаковой гамме, в такой розовый, да? Я так понимаю. Пиджем, группа пиджема, да, она примерно в одинаковой гамме. Вот там дальше я вижу рододендроны польской селекции, так называемая королевская серия. Они, конечно, были выведены на основе финских гибридов, но они отличаются тем, что у них более разнообразная окраска цветка. КОНЕЦ Ну вот мы знаем, что финская селекция – это всегда хорошо, потому что это уже говорит за… За высокую морозостойкость. И есть там и польская селекция сорта, и немецкая селекция сорта, и они уже дают совершенно разнообразную окраску. И белую, и красную, и фиолетовую, и синюю. И они все тоже достаточно морозостойкие. Пойдем посмотрим на них. Ты скажешь, что это? Я скажу, что это? Ты скажешь, ааа, да это же это. Всем известный наш любимый рододендрон. Замечательно цветущий, с розовыми бутонами, молочно-белыми цветами. Что это такое, Господи? Что я вас учу, а? Господи, я не знаю. Тебе-то не надо происхождение, ты не надо происхождение. Но я же не знаю, я же импровизирую. Жень, как тебе вот этот замечательный кустик? Выглядит очень красиво. Отличные, отличные, отличные растения, хороший выбор. Это рододендрон Канингем Вайт. Очень старый сорт, гибрид. Очень хорошо себя зарекомендовал в садах. Розовые бутоны, белые цветы. У него такие вот оранжевые, коричневатые веснушки на цветах. Склонен он, насколько я помню, к повторному цветению в августе месяце. Честно говоря, я это не очень люблю. Но вот, что есть, то есть, это будет крупное растение. Большое. Большое. Один из моих растений, ну, где-то метра полтора, наверное, высотой. И такой же большой диаметр. То есть это довольно крупное будет растение. Ну, прекрасно. Пойдем посмотрим рододендроны, которые почвопокровные. Там вот я смотрю, есть стелящиеся. И они еще тоже уже отцветают, правда. Но у них очень красивые, необычные окраски цветки. Пойдем посмотрим на них. Они не пахнут. Нет, не пахнут. К сожалению. Что это такое? Это такая корона. Смотри, я нашел два таких небольших рододендрона. Я так понимаю, что они карлики? Ну, да. Высокими они не будут. Они подойдут для каких-нибудь каменистых горок, ракариев, если есть такое место в саду. Максимальная высота вот этого рододендрона, рододендром плотный, наверное, будет сантиметров 50. Он очень устойчивый, хорошо цветет, образует такую плотную подушку. И в целом, в общем-то, довольно... Почему покровный, можно сказать? Ну, плюс-минус, да. Какие-то особенности у них интересные есть? Я смотрю, очень красивые цветы. Вот здесь они мелкие, но такие прямо ядовито-сиреневые. Жалко, что уже отцветают. Да, скорее даже в синеват. А вот здесь прямо такой густой красный. Яркие бордовые цветы. Какие особенности? Вот этот рододендрон лучше будет зимовать, конечно, если будет устойчивый снежный покров, но с ним у нас в последние годы в Ленинградской области не очень хорошо. Но в целом, можно попробовать. Ну, если да, если кто-то любит укутывать растения на зиму, как розы, то, вероятно, тут сильно много стараться тоже не надо, потому что растение само по себе маленькое. И, наверное, его можно на зиму немножечко от морозов укрыть просто. Ну, вообще, даже крупные рододендроны рекомендуют укрывать, но не от морозов, а от разломов снега. То есть, ставится какой-то каркас, ветки стягиваются, потому что в противном случае могут выломаться крупные какие-то ветки. Поэтому лучше на зимний период крупные рододендроны просто хотя бы вбить в кол и стянуть их. Я хотел еще тебя спросить. Там есть полностью листопадные рододендроны. Я так понимаю, их, как правило, называют азалиями. Хотя это тоже рододендроны. И они очень красиво сейчас зацветают без листьев. То есть, листьев еще нет, а бутоны уже потихоньку распускаются. Растение очень красивое. Я думаю, что что-нибудь нам о нем расскажешь, и мы пойдем сейчас на него посмотрим. Я еще раз поупраздняюсь в поднятии горшков. Жень, ну вот это вот и есть, да? Та самая азалия. Как это читается? Хуанита? Как называется азалия? Не хуанита? Джо... Джо... Джоанита. Джоанита. Ну что, что-то, хватит играться, как с бантиком кошка, с этим проводом. Жень, ну вот, мы пришли к азалии. Очень красивые красные бутоны. К сожалению, тоже вот что-то уже отцвело, что-то еще не зацвело. Но вообще, мне кажется, выглядит совершенно замечательно, когда голые ветки и вот такие вот цветы. Да, да. Вот это вот цветение, сначала цветение, потом, соответственно, распускаются побеги у этих рододендронов листопадных. И это выглядит очень эффектно в саду и очень красиво. Рододендроны, которые продаются на площадке Европланта, судя по этим этикеткам и названиям, которые уже давно на слуху, очень устойчивые. И могут использоваться в садах без проблем. То есть они тоже вполне прилично зимуют? Да, они вполне хорошо будут зимовать. Самое главное, это, конечно, посадка рододендронов. Они не любят глинистых почв, они не любят высоких. Вот, почва должна быть срыхлая, дренированная. И кислая. Кислая, да. Самое главное, кислая. И еще есть два таких момента, которые не любят рододендроны. Не вечнозеленые, не листопадные. Это яркое солнце и сильные ветра. Вот от этих двух вещей их нужно защищать. То есть сажаются в какое-то место, где ажурная тень защищается от солнца. Это может быть тень от дома. Но она не должна быть глухой. То есть это не тень. Ну понятно, все растения могут быть теневыносливые, но не тенелюбивые. Да, тенелюбивых растений у нас просто не существует. Ну и защита от ветров. То есть не сажать на открытых пространствах, не сажать на ветках. Хорошо, ладно, спасибо большое, Женя. Ну, я надеюсь, что мы какие-то интересные новинки вам сегодня показали, которые приехали недавно. Но приезжают, тем не менее, из года в год. И коллекция будет пополняться. А сейчас у нас уже стремительно портится наша питерская погода. Поэтому мы заканчиваем. Приезжайте на площадку Европланта, покупайте замечательные растения. Или просто приходите полюбоваться цветением. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова